всем большой привет дорогие зрители и добро пожаловать в наше новое видео в этом видео я буду стремиться нарисовать такой вот lettering и для начала я себе все-таки нарисую сетку чтобы как-то мне было на что ориентироваться это абсолютно по желанию то есть это необязательно и я не уверена что она мне прям поможет но тем не менее я и все-таки сделаю сделаю ее полупрозрачной чтобы она мне сильно не мешала и так по какому же принципу я буду рисовать буквы и так мы будем работать с кривыми я рисую карандашом обычную линию черный цвет заходим управление кривыми и ширина и я буду вот таким образом ширять и сужать можете отдельно тоже себя потренироваться то есть это работает с линиями нарисованы и карандашом то есть допустим буква о абсолютно как бы неважно криво ровно можно точками да потом все подправить я буду работать именно по такому принципу то есть я сначала просто нарисую как смогу потом точками руками все подправлю упрощу контур и уже впоследствии буду shift w до горячее управление для ширины и буду делать ширину в прошлом видео про лет ринг я говорила что все таки он строится на контрасте широкой и тонкой линии и я буду работать в этом видео по тому же принципу и потом вписывать будут в сетку чтобы они были примерно одной высоты одного наклона повторю что я не профессиональный каллиграф каллиграф поэтому я только учусь тренируюсь и это очередная моя какая-то такая тренировка перед скажем так чем-то более серьезным вот поэтому не судите строго но тем не менее каждая тренировка она такой знаете вклад в будущее дает итак ну в общем я думаю понятно какому принципу мы будем работать и сейчас я нарисую карандашом просто тот текст который мне необходим это будет баннер для моего сайта love home любимый дом чистый город вот я хочу сделать себе там заставку и я думаю в принципе лет ринг там будет кстати и итак я просто пишу чистый город абсолютно здесь не нужен ни планшет ничего то есть я это делаю мышкой опять же повторю что если будет что-то прям очень криво можно будет просто потом подправить точкой так о я не буду вставить потому что я просто скопирую и сейчас начинается скажем так ретушь первое что я сделаю я упрощу контур это не обязательно но чтобы точек было меньше и и сейчас я инструментом управления точками просто скажем так подправляю там где мне ну совсем уж не не нравится да то есть мне пока вообще ничего не нравится но тем не менее просто подправляем пока я ширину ничего не делаю опять же здесь у нас наше творчество поэтому наше творчество поэтому если у вас есть какие-то идеи да то здесь самое время их реализовывать главное ничего не бояться и еще что я хочу я хочу совместить буквы чтобы это было знаете как ну каллиграфия на есть каллиграфия да то есть чтобы все это было плавно и красиво то есть вот таким вот образом я сейчас посовмещаю там где это ну будет красиво да на мой взгляд и еще конечно же каллиграфия отличается такими вот волнами скажем так как это называется если правильно я честно говоря не знаю но все эти украшения текста когда мы рисуем просто в зигзаге мы рисуем петли есть целые большие упражнения чтобы рисовать красиво эти петли в каллиграфии в общем да здесь мы будем тренироваться работать с такими петлями у меня скажем так будет свободный летеринг да то есть без каких-то прям ровных но обычно сейчас летеринг он не обладает какими-то прям ровными линиями поэтому какая-то небрежность она в принципе ничем не мешает отодвинуть в сторону предварительный просмотр и потихонечку сейчас я буду придавать объем нашим буквам это все можно редактировать то есть если я один раз дала объем потом можно будет его видоизменить поэтому сейчас я дам очень такой небольшой чтобы просто скажем так изначально по чуть-чуть начинать видеть вообще картину там где мало объема конечно его можно добавлять буквы где у меня совсем скажем так слиплись просто их раздвигаем так как у нас это все кривая то если мы нажмем на границе и скруглим углы то углы скруглятся надо вырезать вот такая у нас получается история издалека и даже самое мы делаем со вторым нашим словом то чтобы написать у меня эту надпись у меня ушло минут 20 если мне ускорять то есть в принципе это несложно я думаю если регулярно тренироваться и скажем так потратить на это да там некоторое время то в принципе вполне реально со временем рисовать действительно очень красивый качественный лидеринг и естественно продавать его на стоках если вы также стокер как и я конечно я примерно ориентируюсь чтобы как бы гармонировала до толщина то есть друг с дружкой только не вне все одинаково у меня да то есть я не стремлюсь к тому чтобы у меня все было одинаково я стремлюсь только лишь к гармонии чтобы у меня все буквы были скажем так в одном каком-то стиле вот в общем то и все что у меня получилось на сегодня здесь видео было вам хоть чуть-чуть полезным интересным и до встречи в следующих моих видео и